Здравствуйте! Вы смотрите Крымли в программу о том, как живут крымчане в оккупации и вынужденном переселении. Сегодня в выпуске о таких темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отопительный сезон на полуострове на грани срыва. Крупционным властям докладывают одно, а на деле совсем другое. Самопровозглашенный глава Крыма уже обещает спустить шкуру с чиновников, предоставляющих недостоверную информацию об этом. И если с ремонтами это может еще как-то подействовать, то запасы котельных так вряд ли пополнить. Спустя полторы недели после официального старта отопительного сезона, а это 15 октября, в Симферопольце продолжают мерзнуть в своих квартирах. Батареи холодные, несмотря на заверения городских властей об обратном. Так, на сайте столичной администрации 23 октября появилось постановление ее так называемого председателя Геннадия Бахарева о начале подачи теплоносителя на объекты жилищного фонда. Однако долгожданное тепло в квартиры горожан так и не пришло. Симферопольцы констатируют, отопления все еще нет. Поставил в кухню обогреватель под двумя теплыми одеялами, ватные и такое. У нас это кондиционер есть, отапливаемся так и все, и больше никак. Ну, еще может быть газ включаем, когда что-то готовим, и все, больше ничего. Ну, что делать? У меня пенсия маленькая, отапливаться чем-то вспомогающим не могу, денег нет. И вот сижу и мерзну, видите, понадевала на себя все, что нужно. И сижу, с головой укрываюсь, чем-нибудь еще пополчее, и все. Мы с одного дома. Нет, у нас не включили. Вот можете даже не ходить. Вообще, в квартирах холодильная. Вот в этих домах. Да вообще безобразие. Воно страшное, конечно. То хоть солнышко было, а сейчас и солнышка нема. На улице теплее, чем в квартире. Журналисты службы новостей «Волна» позвонили в приемную «Крымтепло Коммунэнерго», чтобы узнать, где же обещанное тепло в квартирах. Человеку на другом конце телефона линии напомнили о постановлении главы администрации города. Однако, в ответ услышали следующее. Горосовет даст нам распоряжение. А потом сказали, что нет основания распоряжения отопления. Потому что среднесуточно должна быть не меньше 8 градусов в течение пяти дней. О том, что в Крыму не должно быть проблем с отоплением, твердят давно. Говорили, спасет от холода газ из крымских месторождений. К зиме готовиться начали еще летом, уверяет сейчас так называемый министр топлива и энергетики Крыма Сергей Егоров. Якобы, все хранилища наполнены, а оборудование практически полностью модернизировано. Там, где у нас были запланированные работы, практически выполнены на 95%. Поэтому мы надеемся на то, что очень с надеждой смотрим на то, что черноморный нефтегаз на 100% обеспечит газом все потребители. В управлении хранения подземного газа Глебовка Черноморского района Крыма говорят, что сейчас в газовом хранилище работают два компрессора. В сутки закачивается приблизительно 2 миллиона 708 тысяч кубометров газа. Если брать цифры за весь год, это больше, чем полмиллиарда кубов голубого топлива. В общем и целом, управление наше готово для прохождения осенне-зимнего периода. Надеемся, что крымчане этой зимой будут с теплом. Объема газа в хранилище будет достаточно для того, чтобы обеспечить потребление по Крыму. Сколько котельных в Крыму работает на газе, власти предпочитают не говорить. Ведь многие из них работают на других видах топлива. Однако на заседаниях профильных ведомств крымские чиновники говорили, что запасы угля и мазута в регионе для отопления недостаточны, поскольку в местных бюджетах средства на приобретение топлива заложены только до 1 января. Учитывая сроки тендерных процедур, следующую закупку муниципалитеты смогут провести не раньше марта, что ставит под угрозу проведение отопительного сезона. Кого и когда будут отапливать закаченным в крымские хранилища газом, неизвестно. Крымчане же, чьи дома отапливаются котельными на мазуте и угле, боятся, что согреваться зимой будут самостоятельно и запасаются одеялами и обогревателями. Начата проверка в отношении сотрудников ФСБ, которых политузник Геннадий Афанасьев обвинил в пытках. Будет проверяться информация о давлении на него во время процесса над Сенцовым и Кольченко и обстоятельства задержания Афанасьева в Крыму. Политузник рассказал адвокату о жестоких пытках и угрозах в его адрес. И матери Геннадия удалось добиться предварительного расследования. По делу о пытках политузника Геннадия Афанасьева пройдет предварительное расследование. Его проведет военное следственное управление Следственного комитета России. Об этом сообщает мать Геннадия, Ольга Афанасьева. Это реакция на ее обращение о пытках над сыном к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, направленное ею 8 сентября этого года. Напомним, Геннадия Афанасьева задержали 9 мая 2014 года в Крыму. Впоследствии он признал себя виновным в терроризме и подписал показания на других задержанных. За это был осужден на 7 лет колонии. Спецслужбы России создали на базе этих и других показаний дело о крымских террористах. Но 31 июля этого года на суде по делу политузников Олега Сенцова и Александра Кольченко Геннадий Афанасьев решился заявить, что все его предыдущие показания были даны под давлением. Решение сказать правду далось Афанасьеву нелегко. В этот момент у него дрожали руки. Свободную от наручников он сжал за спиной в кулак. Позже Геннадий рассказал адвокату, что не смог бы дальше с этим жить, если бы не рассказал правду. Он хотел спасти невиновных. Сенцов и Кольченко встретили заявление Афанасьева аплодисментами. Мужеством Гены были поражены и их адвокаты. Он отказался от того, чтобы признавать свое знакомство с Александром Кольченко. Он отказался от того, что Олег Сенцов является организатором группы террористического характера, которая якобы, по мнению следствия, действовала на территории республики Крым. Его позиция сегодняшняя Геннадия Афанасьева вызывает очень большое уважение. И я горжусь тем, что он в судебном заседании взял на себя такую смелость и выразил свою гражданскую позицию. После задержания Афанасьева избивали 10 дней. Не давали спать, пытали током, угрожали тем, что его мать попадет под машину. После признания Афанасьева на суде сотрудники ФСБ заявили, что с ним расквитаются. Его снова били. Правозащитникам удалось зафиксировать следы от побоев на ноге политузника. Для отбывания наказания Геннадия этапировали в Сыктывкарскую колонию. В защите только недавно удалось выяснить, где он находится. В колонии его почти сразу поместили в штрафной изолятор за якобы найденное лезвие. А сейчас вовсе перевели на строгие условия отбывания наказания. Адвокат Геннадия уверен – это месть. Мать Геннадия вскоре едет в колонию и просит всех неравнодушных писать Геннадию. Российские правозащитники не оставляют судьбу политузника без внимания. 25 октября в колонии у Гены побывали представители общественной наблюдательной комиссии Республики Коми. Оккупационный суд принял решение об аресте главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубара. В тот же день, когда он получил бумаги об этом, так называемая прокурор Крыма Поклонская заявила о том, что Чубарову отменили запрет на въезд в Россию. При этом Поклонская зачем-то уточнила, что если следователь усмотрит основание, он может его задержать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Логически объяснить, с чем же связана такая странная неосведомленность о судебном решении так называемого прокурора невозможно. А за политическое преследование Чубарова против оккупантов будет возбуждено уголовное дело. Оккупационный Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте на два месяца главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Соответствующее постановление от 6 октября Чубаров получил по почте в Киеве. В нем говорится, что исчисление срока ареста начнется с момента экстрадиции главы Меджлиса на территорию России, либо фактического задержания там. Основанием для этого решения послужило обращение следственного отдела управления ФСБ России по Крыму и Севастополю. Оккупационные спецслужбы инкриминируют главе Меджлиса нарушение части 2 статьи 281 Уголовного кодекса России «Сепаратизм». Таким образом, они квалифицируют заявление Чубарова в интервью украинским СМИ о том, что война в Украине закончится тогда, когда Крым будет возвращен в ее состав. Глава Меджлиса, в свою очередь, требует от украинских правоохранителей возбудить уголовные дела в отношении следователя управления ФСБ России, судей и прокуроров, которые фигурируют в этом деле. Прежде всего, все те, кто сегодня от имени Российской Федерации на территории оккупированного России и же Крыма осуществляет будь какую правоохранительную или судебную деятельность, эти все люди вовлечены сами в преступления. Они преступники. Из тех документов, которые мне прислали по домашнему адресу в Киев, выходит то, что мы можем назвать преступником судью Киевского районного суда города Симферополя Кузнецову. Мы можем назвать неизвестного нам по фамилии следователя ФСБ России по Крыму, который направил некие материалы по следствию для принятия судом решения о пресечении мне меры в виде задержания под стражей. Все лица, причастные к уголовному делу оккупационных спецслужб, которое возбуждено в Крыму в отношении главы Меджлиса Крымско-Татарского народа Рифата Чубарова, будут привлечены к ответственности. Это незаконное решение. Это решение, которое спрямовано на то, чтобы просто залякать людей, в том числе и политиков, и всех, кто понимает, что Россия – это государство-агресор, это государство-оккупант. И таким образом мы считаем, что, за предыдущей нашей оценкой, в действиях этих людей, которые причастны к этих решений, так называемых, есть знаки злочин, подозначенные численностью первой статьи 346 Крым Кодекса Украины. То есть, погрозы по избавлению воли народной даты Украины связаны с его громадской или политической деятельностью. По словам Чубарова, его не уведомляли о характере предъявляемых обвинений. Также никто не спрашивал о согласии или отводе адвоката Алексея Леонова, назначенного ему российской стороной. Однако правовых претензий к нему глава Меджлиса не имеет. Поясняет, российская система ставит назначаемого защитника практически в безвыходное положение. Сама вот эта процедура в моей ситуации, она имеет один позитив. Дело в том, что с прошлого года у меня находится иск в Европейском суде по правам человека. И определенным образом я не мог предоставить некие промежуточные судебные решения, потому что я считал для себя недостойным обращаться в суды страны-оккупанта, страны-агрессора. Они за меня сделали эту работу, и поэтому эти документы будут очень существенным таким моментом в том досье. Я уверен, что Европейский суд примет справедливое решение. Защитник Чубарова Алексей Леонов по собственной инициативе еще 9 октября подал апелляционную жалобу на решение Киевского райсуда Симферополя об аресте главы Меджлиса. Однако шансов на то, что она будет удовлетворена, практически нет, уверен Рифат Чубаров. Местные выборы в Украине прошли без переселенцев. Возможность проголосовать они так и не получили. При этом нашлись люди, боровшиеся за свое конституционное право до конца. И двум переселенцам удалось отстоять свое право в апелляционной инстанции. Переселенцы, которым суд отказал в реализации их избирательного права, подадут иски в Европейский суд по правам человека. Желающих отстаивать свое право в международном суде как минимум 9. Защитить их право в украинских судах помогла Донецкая организация Комитета избирателей Украины. Отстоять свое избирательное право в апелляционных инстанциях при этом удалось лишь двум гражданам. И только один успел внести свое имя в избирательный список. Это крымчанин Яков Витюк. Апелляцию удалось выиграть и переселенки избирателей. Донецка, однако она не смогла проголосовать. Судебное заседание закончилось слишком поздно. Внести свое имя в избирательный список она не успела. Однако теперь она имеет возможность проголосовать во втором туре выборов. Остальным девяти переселенцам истцам суды отказали. Среди таковых – Жанна Зиновьева, жена Якова Витюка. У супругов одинаковые жизненные ситуации. Идентичными были и исковые требования. Но их дела рассматривали разные составы коллеги Киевского апелляционного суда. Заседание по делу Якова длилось час. А по иску Жанны вердикт вынесли всего за 10 минут. При этом в резолюции рекомендуют ей голосовать в оккупированном Крыму. Переселенка возмущена. Я никогда не поверю, что судебное решение можно принять, написать, распечатать на пяти листах за 10 минут. То есть на лицо заранее принятое решение. Может быть кто-то сверху, может быть. Мы этого не знаем. Когда мне зачитывают, что я должна осуществлять свои избирательные права в Крыму, то иначе как издевательство я это воспринимать просто не могу. Отстаивать свое право избирать местную власть Жанна Зиновьева намерена в Европейском суде по правам человека. Помогать ей будет Донецкая организация Комитета избирателей Украины. Она взялась и далее сопровождать иски граждан, которым содействовала в отстаивании прав в украинских судах. В организации считают эти дела стратегическими. Проект реализуют в рамках инициативы «Маешь право, маешь знаты» при поддержке Прикоон и правительства Японии. Юрист инициативы обещает разработать типовое заявление в ЕСПЧ, которым смогут воспользоваться все желающие переселенцы. Почему для нас такие дела стратегическими? Потому что выборчие права есть засадой для выполнения всех других прав. Потому что сейчас, если переселенцы, а это действительно очень большая количество людей, больше 1,2 млн виборцев за подрахунками, не смогли отримать свое представительство местной громады, то как они могут сподеваться, что будут вырешиваться их питания в социальных сферах, что будут вырешиваться бюджетные планования, чтобы обеспечить их интеграцию. Юрист комитета избирателей отмечает, в своих отказах украинские суды не проанализировали аргументы истцов. А это прямое нарушение процесса. В комитете высоко оценивают шансы исков переселенцев в Европейском суде по правам человека. Однако зачастую рассмотрение исков в ЕСПЧ длится несколько лет. И в гостях в студии у нас сегодня Борис Захаров, руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека. Добрый вечер. Хотелось бы поговорить как раз об этих местных выборах, на которых, к сожалению, переселенцы проголосовать в основном не смогли. Как вы считаете, тот путь, который прошли несколько человек, первая инстанция, апелляционная инстанция, сможет ли кто-то еще успеть из тех, кто живет в городах, где будет второй тур выборов? Да, нам нужно подорваться. Очень серьезно. Срочно подать в суд. И если понадобится, потому что суд первой инстанции тоже может решить в пользу человека, который хочет голосовать. Да, то есть можно и не дойти, в принципе, до апелляционной инстанции. Что можно рекомендовать судьям? Насколько правовые механизмы международные обеспечивают права переселенцев? Во-первых, статья Конституции, 70-71, которую закон про местные выборы нарушает. Во-вторых, закон про забеспечение права свобод внутрешних перемещенных осіб. Восьмая статья, которая дает право голосовать и на местных, в том числе, выборах. Там так и написано, как на загальноукраинских, так и на местных выборах. Внутрешние перемещенные особы отримают доведку внутрешней перемещенной особы, в которой есть штамп за регистрацию, который дает, наделяя всеми теми же правами, что и остальные граждане Украины. На ваш взгляд, насколько сильно подпорчен имидж Украины из-за всей этой ситуации? Некоторые правозащитники считают, что это позор для страны, и что, в общем-то, Украину можно принудить к исполнению конституционных прав переселенцев. Ну, есть, безусловно, имиджи и потеря Украины через это. Примусить уже неможливо, потому что час прошел, уже выборы, первый тур отбылся, отбудется другий тур, можно только в судовом порядке за этот час восстановить права окремих внутрешней перемещенных особы, которые подадут скаргу до суду. Звичайно, на наш взгляд, порушена стаття 14 Европейской конвенции из права человека, про недискриминацию, в данном случае дискриминованные внутрешние перемещенные особы. И, власне, третья стаття первого протокола, про то, что государство имеет обязательство обеспечить вольное, таемное голосование тех, кто имеет право голосовать на выборах. На мой взгляд, есть очень серьезная аргументация и на пользу того, что переселенцам не можно голосовать на этих выборах. Это то, что они не стали членами территориальных громад. Это же местные выборы, а не загальноукраинские. Но, опять же, в законодательстве у нас нет цензы, например, оседлости. Нету. И с чего исходить? Сколько, считается, человек живет? Нет, с точки зрения права, вообще, они имеют право голосовать. Эта аргументация, она базируется не на праве, а исключительно на предположениях о возможных махинациях. Где эти махинации возможны? Эти махинации возможны как раз в зоне АТО, там, где до 160% в некоторых населенных пунктах внутренне перемещенных лиц находятся. И часть из них, большая даже часть, иногда проживает на оккупированных территориях и ездит туда-сюда. То, что наше правительство называет пенсионным туризмом. Их теоретически можно посадить в автобусы, привезти, один кандидат какой-то подкупит, посадит в автобусы, привезет на выборы, они подадут заявление и проголосуют. Но нужно искать законодательные механизмы, чтобы таких каруселей не было, и при этом реализовать право голоса каждого лица. Что есть два всегда пути. Либо ограничить право людей, либо заставить работать правоохранительный механизм государства. Да, абсолютно верно. То есть в приоритете вообще нужно в правом государстве... Права людыны понад усы. Права человека прежде всего. И нужно реализовывать права человека, а не думать, тут же еще какие-то политические расчеты и так далее, и тому подобное. А как проголосуют внутренние перемещенные лица. Так что действительно вот сейчас до второго тура, чтобы получить право голоса на втором туре, нужно обращаться в суд. Если не удастся выиграть первую инстанцию, нужно выигрывать вторую инстанцию. Не успеете проголосовать, можете обратиться в Европейский суд по правам человека. Своё право вы уже таким образом не реализуете, но вы получите, можете получить, если выиграете, а у вас все шансы есть, финансовую компенсацию за нарушение вашего права голоса. Спасибо большое, Борис. Я напомню, у нас в гостях в студии был Борис Захаров, руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека. Нью-Васюки по-крымски продолжают поражать размахом. Теперь уже новые идеи – построить через Керченский пролив и мост и тоннель. Инвестор тоннеля аноним, а вот фирма, которая собирается реализовать проект, за два с половиной года выиграла в России аж в двух торгах на штукатурку внутренних помещений и фасадов зданий образовательных учреждений в Санкт-Петербурге. В социальных сетях с юмором отреагировали на очередную крымскую сказку о транспортном соединении Крыма с российским материком. На днях в ряде крымских СМИ появилась информация о предстоящем скором строительстве подводного тоннеля через Керченский пролив, который должен соединить порты Крым и Кавказ. В этих сообщениях говорится, что тоннель проложат на глубине 100 метров от поверхности воды. Также впервые названа и фирма, готовая строить объект всего за два года. Это Иштехинвестстрой. Она также анонсирует начало работ уже в декабре. В Керчи якобы даже прошли публичные слушания по этому вопросу. В то же время оккупационные власти Крыма оказались не в курсе происходящего. Люди, которые приезжают, говорят, мы хотим построить, и Крым мы хотим. То есть давайте вместе строить. Начинаются слушания. Но как только доходит до того, покажите мне инвестора, где он сидит, то есть готовый. Пока что предметной организации, я имею в виду учреждения, которое занимается кредитованием или готово вкладывать свои ресурсы в такой проект, я еще не видел. Представители фирмы, готовой строить тоннель, подсчитали, что его стоимость составит 122 миллиарда российских рублей. Однако уточнить, на каком основании она намерена начинать строительство, службе новостей «Волна» не удалось. У Иштехинвестстроя даже нет своего сайта в интернете, а телефоны, которые удалось найти, не отвечают. Откуда вообще появилось сообщение о начале строительства, неизвестно. Ведь еще в прошлом году российские власти отказались от этого проекта. Изначально его лоббировали как альтернативный Керченскому мосту, как менее дешевый и более безопасный. Никто никогда не делал самого проекта и не знает, с какими последствиями там вступился. Но на мой личный взгляд, лично на мое мнение, мне кажется, что тоннель этот более эффективен. Однако в итоге российские чиновники пришли к выводу, что этот проект нерентабельный и остановились на строительстве Керченского моста. На этом и была поставлена точка. Теперь же тема вновь обсуждается в Крыму. И, что немаловажно, крымчане верят в скорое появление тоннеля и его успех. Да, вот сегодня прям про него передавали. Ну, соединить, чтобы мы не были связаны с Украиной, чтобы мы были независимы. Там же надо было грунт проверить, возможно ли это. Или что, хоть говорили, я это слышал по телевизору, что тоннель дешевле. Нам обязательно надо, значит, ввиду того, что Украина перекрыла отсюда ехать, а как людям добираться. Значит, нам мост вот так нужен. Не вот так, а вот так. В целом, крымчане, с которыми общались журналисты службы новостей «Волна», идею строительства тоннеля в Керченском проливе поддерживают. В надежде, что он решит многочисленные проблемы, которые возникли на полуострове после его российской аннексии. И экономика больше будет, и жизнь людей улучшится. Я думаю, все будут рады, что будет легче с Россией общаться, что машин не будет стоять на переправе. Как видим, Вера Крымчан в светлое будущее с мостом и тоннелем через Керченский пролив сильна. Однако, рано или поздно ей придется разбиться о реальность, отсутствие инвесторов из-за опасений попасть под санкции, и нереалистичность технической реализации этих проектов. А у меня вся информация на сегодня. Больше новостей смотрите на нашем сайте Блэкси ТВ. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова